Девушки отдыхают Чиновники администрации Челябинска вывели мэра из себя. Чем осталось недовольно Наталья Котова, расскажем в нашем выпуске. Коронавирус, надо защищаться, сохраняться. Больше 6 тысяч масок раздали южноуральские волонтеры. За один понедельник раздавали как одноразовые медицинские, так и многоразовые тканевые. Где можно встретить волонтеров, расскажу вам я, Андрей Михайлюк. В Златоусте придумали специальные пояса для медиков. Модную коллекцию ремней используют врачи для хранения антисептика и перчаток. Об этом расскажем в выпуске. В прямом эфире на ОТВ «Время новостей». Мы продолжаем работать не из студии, а из дома. С вами Иван Уткин, сурдоперевод Елена Бородулина. Здравствуйте. Своих не бросаем. Третий борт с вахтовиками из Ямала прибыл в Челябинск. Алексей Текстер и вел переговоры с коллегами из другого региона, чтобы вернуть южноуральских рабочих на родину. 27 человек прилетели с разработок Чайдинского месторождения. Людей эвакуировали из-за вспышки COVID-19 на производстве. Ранее в регион уже доставили два самолета с работниками. У восьми из прибывших тогда был подтвержден коронавирус. Куда самоизолируются вахтовики, Егор Хвистюк расскажет. Самолет с вахтовиками совершает посадку в аэропорту Челябинска в 16.30 вечера по местному времени. Сам полет проходил в необычных условиях. Пассажиров отделили от персонала воздушного судна. Салон разделили на две части специальной пленкой. Кроме того, стюарты и пилоты были одеты в защитные костюмы, похожие на скафандры. Уже после приземления у вахтовиков измеряют температуру. После они садятся в автобус. Он доставит их в санаторий «Карагайский бор». На самоизоляции вахтовики пробудут немножко больше положенного срока. Не 14 дней, а 3 недели. Я отмечу, что всего самолет доставил на Южный Урал 27 человек. У всех у них отрицательный анализ на коронавирус. Но, тем не менее, уже по прибытию на место изоляции медики возьмут у них повторные пробы. Отмечу, до этого два рейса уже доставили в Челябинскую область 161 южноуральца вахтовика. Эвакуация понадобилась после того, как на Ямале возникла вспышка COVID-19. Губернатор Алексей Текслер лично проводил переговоры с властями другого региона, чтобы организовать перевозку земляков на родину. Егор Хвисюк, Дмитрий Абрахин, ОТВ. За сутки в регионе 98 человек заболели коронавирусом. Всего в Челябинской области зафиксировано 1804 случаи заражения. Какие районы лидируют, сейчас расскажу. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Челябинске 516 случаев. На втором месте Магнитогорск. Медики там нашли COVID-19 у 467 пациентов. Высокое количество заболевших и в Златоусте. Под присмотром врачей 376 человек. В регионе есть территории, где коронавирус не подтвержден ни у одного жителя. Это Увельский район и город Карабаш. В Чесненском и Увыском районах по два заболевших. За прошедшие сутки от ковидной пневмонии умер один человек. Это женщина, 48 лет. Всего с начала пандемии скончался 21 пациент. Больше половины коронавирус был сопутствующим заболеванием и усугубил протекание хронической болезни. 600 миллилитров плазмы переболевшего коронавируса может спасти три жизни. В крови людей, которые перенесли COVID-19, образуются антитела. Они помогают больным быстрее пойти на поправку. Магнитогорцы одни из первых сдали плазму. По увелению сердца. После отпусковой Веры обнаружили коронавирус. Девушку срочно госпитализировали. Болезнь протекала в легкой форме. Уже больше месяца врачи не опасаются за ее здоровье. И теперь она может помочь другим. Согласно исследованиям ученых, один из способов борьбы с COVID-19 – переливание плазмы от выздоровевшего человека. Сдавать ее можно, если с момента последнего проявления симптомов прошло две недели. Противопоказания могут быть со стороны здоровья. Они могут быть абсолютные временные противопоказания. Индивидуально врач-трансподиолог уже с претендентом, который изъявил желание сдать антиковидную плазму, с этим претендентом наш врач-трансподиолог индивидуально все решает по состоянию его здоровья. После сдачи плазмы донор получает полторы тысячи рублей справку, которая освобождает от работы на два дня с сохранением зарплаты. Медикам поступили выплаты за работу с ковидными пациентами. По поручению губернатора Алексея Текстера региональным правительством оперативно организован перерасчет стимулирующих надбавок. В связи с новым постановлением правительства страны в списке более 1200 врачей. Федеральные выплаты 80, 50 и 25 тысяч рублей, о которых говорил президент, положенный врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи. В Челябинской области стимулирующие надбавки, медикам, которые непосредственно работают с ковидом, были выплачены в конце апреля, в начале мая. Мне поступило за апрель месяц почти 24 тысячи. Сколько президент обещал, столько мне лично заплатили. Я получил 28 750 рублей. Но дело не в деньгах, дело в том, чтобы не заразиться, если других не заразать. Если раньше надбавку платили за фактически отработанное время, то сейчас эта формулировка исключена из постановления. Деньги уже зачислены на счета медучреждений и будут перечислены 1259 медработникам. Кроме того, есть и областные выплаты. Они положены тем, кто не получает федеральные. Например, водители скорой помощи, лаборанты. Те, кто работают не с ковидными больными, а с группами риска. Ее размер средний оклад в региону. Областные доплаты получили более 5000 медработников. Златоустовские медики обновили профессиональный гардероб врачи примеряют специальные пояса. Они позволяют носить с собой ежедневный запас перчаток, масок и антисептиков. Модную коллекцию ремней используют уже 30 врачей. Фельдшер Михаил Теории тестирует аксессуар. Ручку, блокнот и телефон теперь не нужно искать в куртке. Для каждой вещи есть специальный кармашек. Удобно, почему, когда комбинезоны одеваем сейчас на ковидных больных, то есть все же внутри, если расстегивать комбинезоны, получается нарушение безопасности. А тут сверху одел этот пояс, то есть все необходимое под рукой. То есть антисептик побрызгнул. Тут фонарик, если что, где-то ночью посвятил. Сделать разгрузочные ремни для врачей предложили одной из компаний депутата законодательного собрания. Они нашли швейную мастерскую по пошиву кожаных изделий. В короткие сроки сделали 120 мини-сумочек. Почему, как скажем, не кожа, а чтобы меньше, как бы, ну, кожа-то больше может принять бактерии, а это-то легче помыть, смыть. Допустим, здесь тоже эта сторона сделана из кирзы, а внутренняя из кожи, потому что внутренняя быстрое изнашивается, трется, но зато это как бы на обеззараживание легко смывается. Такой аксессуар универсален. Примень затягивается как на поясе взрослого мужчины, так и на талии Худника-медсестры. Чиновники администрации Троицкого района самоизолировали. Су двоих сотрудников подтвердился коронавирус. Здание продезинфицировали, а работников отправили на карантин. Все они трудятся из дома. Ситуацию по телефону прокомментировал глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров. Подтвержденные три, один в апреле, два в мае. И нам принято решение о самоизоляции всех сотрудников. Данная мера вынуждена и направлена на снижение рисков распространения инфекции среди жителей города и района. Говорить об очередении инфекции в стенах администрации считаю преждевременным, поскольку объективных данных о количестве инфицированных среди сотрудников пока нет. Минувшую пятницу все сотрудники прошли тестирование и ожидают результатов своих исследований. Сотрудники будут находиться дома, им запрещено покидать места своего проживания. Работа администрации на сегодняшний день организована удаленно, посредством видеоконференц-связей, мессенджеров и сети интернет. Такие первоочередные мероприятия, как мониторинг пассивной кампании, соблюдение особого противопожарного режима, уборка территорий, осуществляется в штатном режиме, в том числе администрациями сельских поселений. Жители района по-прежнему могут направлять свои обращения на адрес электронной почты администрации. Кроме этого, в круглосуточном режиме функционирует единая дежурно-диспетчерская служба. Обработка промышленного масштаба. Завод по изготовлению конструкции для строительства нефтяной отрасли продезинфицировали. Специальным раствором рабочие прошлись по тротуарам, входным группам и скамейкам. Обработали коридоры и столовы. Это предприятие непрерывного цикла, значит, люди здесь работают круглосуточно. Есть риск подхватить заразу. Антисептик, которым обрабатывают территорию, необычный. Он создает защитный слой и действует в течение суток. Мы используем концентрат российского производителя ДЭС-средств, который обладает противогрибковой, противовирусной и противомикробной активностью. Способ обработки двухступенчатый. С одной стороны пар с высокой температурой убивает вирус, другой дезинфицирующий состав делает поверхность стерильной. Мэр Челябинска устроил разнос подчиненным за скандал с деревьями на проспекте Ленина. Наталья Котова осталась недовольна тем, что жителям не объяснили необходимость замены больных растений на новые. Вырубка выходные вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. То есть можно сделать сто раз хорошо в городе Челябинске, один раз плохо. Вы все перечеркнете своими действиями за счет того, что вы неправильно подготовили жителей города к этой работе. Мэр отмечает, нужно было предварительно объяснить горожанам план работ. Сначала новые липы на проспекте Ленина высаживают на пустых участках, а затем заменяют больные деревья. Я думаю, что жители не будут возражать против того, что мы делаем город лучше, делаем город краше, благоустраиваем его. Но жители хотят знать, что мы собираемся делать. И знать это накануне. И почему мы. Самое главное, должна проводиться обязательно разъяснительная работа. То есть почему мы именно так делаем. В список под снос попали деревья на 15 центральных улицах Челябинска. Их состояние еще в марте оценила спецкомиссия. Было решено те, что серьезно болеют или уже мертвы, заменить на крупномеры не младше пяти лет. На заводе Станкомаш открыли новый мемориал в память о труженьках тыла. Его создание приурочено сразу к двум юбилеям. 75-летию победы Великой Отечественной войне и 85-летию предприятия. Губернатор Алексей Декслера одним из первых возложил цветы на аллею славы завода. Изготовлен этот памятник из настоящей броневой стали. Мемориал украшает башни танка в натуральную ветчину под порядковым номером 96. Ее дополняют три броневые пластины. На них выгравирована дата начала войны. Тогда на заводе впервые была выплавлена броневая сталь. Позже здесь же зародилась идея создания так называемой комбинированной броневой защиты танка. Она состояла из литых деталей и скатанной бронейки. Мы храним память о них. И пока эта память сохранена, мы можем опираться на историю, двигаться вперед к новым победам, в том числе трудовым победам. Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с юбилеем предприятия. К войну на площадке завода эвакуировали 23 крупных предприятий из разных городов Советского Союза. Производство было разделено на две части. Одна занималась выплавкой броневой стали и созданием башен для танков. Вторая отливала боевые снаряды для легендарных отёж. Южно-Райцев призывают принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в областной парламент. Секретарь регионального отделения Владимир Мякуш анонсировал, что процедура из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-режиме. Голосование за кандидатов партии продлится с 25 по 31 мая в режиме онлайн. Отдать свои голоса избиратели смогут через портал госуслуги. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте до 24 мая. На специальном портале перед голосованием можно познакомиться с кандидатами и найти полную информацию. Нередко я слышу, что на выборах всё заранее известно, что власть давно всё решила. Но сейчас у вас появилась реальная возможность влиять на выборы кандидатов. Самим решать, кто будет представлять вас в законодательном собрании Челябинской области. Я знаю, что вы ответственны и неравнодушны. Давайте определим достойных кандидатов. В этом году в Челябинской области пройдут выборы в законодательное собрание. Единый день голосования назначен на 13 сентября. Через минуту сразу после рекламы расскажем, когда начнётся прессовка в Челябинске, а также смотрите в нашем выпуске. Я наклонился вниз и увидел, что мужчина находится на полу. Людей из огня спасли саскинские полицейские, а в Кыштыме смертельное лобовое ДТП. Обзор происшествий для вас подготовила я, Елизавета Болдрева. В полицейске в Челябинске установлены факты осуществления предпринимательской деятельности в кальяне и сауне. Попариться не удастся. Полицейские провели рейд по саунам и кальянам. Сколько нарушителей нашли, расскажем в выпуске. Банк «Зенит». Ваши мечты – это реальность. Кредиты от 8,89% годовых до 5 миллионов рублей. Никита, извини, пожалуйста, но просто папа до сих пор с работы не вернулся и телефон недоступен. Я просто не знаю, что делать. Да ничего не делать. Ждать. Бросил он ее. Что вам непонятно? Бросил. А машину оставил у дома любовницы, где и провел всю ночь. Я ушел от Лены. Надо как следует подумать. Уже подумал. Седина в бороду, без в ребро, что ли? Вроде того. Она святая, если хочешь знать. А ты баран. Все мужчины одинаковые. Это только в лесу спелая ягодка вкуснее. Развод. Смотрите с понедельника по четверг в 12.00 на ОТВ. Челябинске готовится кипятить воду. В городе стартует первый этап опрессовки. Без горячей воды останутся 1117 многоквартирных домов и 111 частных. Водоснабжение отключат почти во всех районах мегаполиса. В фишливчиках пока остаются жители Тракторозаводского и Центрального. Опрессовка будет длиться две недели. С 19 мая по 2 июня в Калининском районе без горячей воды останутся жители 227 домов. В Курчатовском – 85. В Металлургическом районе две недели придется пользоваться тазиками и ковшами жителям 272 домов. В Советском – 287. Одного многоквартирного и 24 частных. Больше всего домов без горячей воды останется в Ленинском районе. Кроме того, по всему мегаполису опрессовка затронет 70 детских садов, 52 школы и 23 больницы. Без горячей воды жители пробудут 14 дней. Но в мэрии не исключают, что вернуться в квартиру она может раньше, по окончании работы. Сегодня на Южном Урале начинается прием заявок на новые пособия для ребенка. Выплата будет ежемесячной и составит 5330 рублей. Деньги положены детям от 3 до 7 лет и выдаются, если доход родителей на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума. Сейчас это 10336 рублей. Заявление можно уже подавать в МФЦ и бесконтактным способом в управлении соцзащиты. Для этого там установлены специальные боксы. С 20 числа оформить пособие можно будет электронно. На портале госуслуг появится соответствующий вкладыш. Никаких справок для подачи заявки собирать не нужно. Все данные ведомства запросят самостоятельно. Первые выплаты придут уже в июне. При получении данной выплаты есть условия занятости отца ребенка. Либо здесь может быть заработная плата по основному месту работы. Либо отец должен состоять в службе занятости. Либо это может быть ежемесячное обеспечение пенсионера. Дополнительные выплаты перечислятые работникам соцучреждений. Те сотрудники, которые находятся на вынужденной изоляции вместе с постояльцем домов престарелых, инвалидов, детских домов, получат по 17 тысяч рублей за смену. Длится она, как и карантин, две недели. После чего работники меняются. Перед каждым заходом специалистов тестируют на COVID-19. Всего в Челябинской области 29 учреждений, которые находятся на принудительной изоляции. Проживают там почти 5000 человек. Волонтеры раздают маски бесплатно. Защитные повязки можно получить на улицах города, возле торговых комплексов, на остановках ОМФЦ и на вокзале. Всего за день добровольцы выдали горожанам 6000 штук средств защиты. Их и безвозмездно передали предпринимателям. Андрей Михайлов продолжит. Сегодня волонтеры с самого утра раздают медицинские маски. Привагает к ней вот такую памятку. Здесь написано, как часто можно носить медицинскую маску и где. Также написаны общие рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Например, Костя встал, наверное, в 6 утра, уже с 7 раздает маски. Скажи, как часто люди подходят, сколько просят? Люди подходят очень часто. С утра мы раздали порядка полутора тысяч масок. Сейчас после обеда планируем раздать еще около 2000 масок. Подходит, спрашивает по нескольку. Но для того, чтобы охватить как можно больше людей, мы выдаем только по одной маске. Таких точек по городу очень много. Волонтеров можно встретить у Комсомольской почты, у Железнодорожного вокзала, у кинотеатра «Аврора». Всего за день раздали больше 6 тысяч масок. Но так ли это необходимо? Да, конечно. Почему? Ну, потому что это безопасность жителей. Да, это очень правильно. Почему? Ну, потому что некоторые люди просто забывают их дома. Допустим, как я сейчас. Ну, чтобы мне сейчас что-то купить, мне нужна маска. Правильно, я думаю, правильно. Ну, как коронавирус, надо защищаться, предохраняться. Завтра, 19 мая, во вторник, работа волонтеров продолжится. Их можно будет встретить в разных точках города. Они будут раздавать и одноразовые, и многоразовые маски. Коллеги, вам слово. Попариться не удастся. Полицейские провели рей по баням и нашли в них несколько нарушителей режима самоизоляции. Полицейские застают посетителей врасплох. Банчики как раз отдыхают после парной. Здесь же, на ресепшене, составляют протокол. Работать с сауном в режиме самоизоляции запрещено. Веники придется отложить до лучших времен. Плескаться можно пока только дома. По данным фактам, возбуждены административные производства по статьям, предусмотренным главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проведение данных мероприятий сотрудниками полиции продолжается. Также полицейские проверили кальяны и в одной из них встретили двух дам. Они пили чай, тем самым нарушив ограничительные меры. На владельцев заведения правоохранителей составили протокол. Бизнесменам придется заплатить штраф. Напомню, согласно режиму самоизоляции, любые заведения общественного питания сейчас могут работать лишь на доставку. Нарушителям грозят штрафы от 30 до 300 тысяч рублей для индивидуальных принимателей и юрлиц. Саткинские полицейские спасли жителей с горящего дома. Стражи порядка до приезда пожарных эвакуировали людей. А в Каштиме смертельный ДТП 30-летний водитель пошел на обгон и не выжил. Подробности ЧП расскажет Елизавета Болдрева. Саткинские полицейские спасли людей из огня. Пламя вспыхнуло в 5 утра. Первой на месте оказалась патрульная служба. Полицейские начали будить жильцов дома и выводить на улицу. Пожар начался в квартире на третьем этаже. Ее хозяин не смог выйти сам. Мы зашли в квартиру. Там был сильный огонь и было сильное задемление. Младший сержант Генея Тулин на тот момент взял с собой огнетушитель и сержант в автомобиле начал тушить огонь. Подушив частично огонь, я наклонился вниз и увидел, что мужчина находится на полу. Я сам наклонился, почти на корточках прополз к нему, ухватил его за руку и попытался вынести. Мы совместно наш сержант Генея Тулин вынесли его на улицу и оказали первую доврачебную помощь. С ожогами мужчину забрали в больницу. Из дома эвакуировали 30 человек. Пятерых пожарной вывели в спаскомплектах. Еще одну пожилую женщину на руках вынес полицейский. Стало известно, что на втором этаже живет пожилая женщина. Стучался, мне дверь никто не открыл. Пришлось выбить дверь. После того, как я зашел в квартиру, я увидел стоящую бабушку, которая кашлялась. И принял меры к ее эвакуации. По данным МЧС, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Эти кадры сняли очевидцы. Полыхает дом в поселке Петровском Красноармейского района. Тушить пламя приехали 9 пожарных. Сгорели баня и сарай. Дом уцелел. Обошлось без пострадавших. В доме никто не живет. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Соседи предполагают, что в баню могли пробраться дети. В Каштыме смертельная авария. Это последствия лобового ДТП. Из-за удара две легковушки снесло на обочину. Одна из них опрокинулась. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21-120, при выполнении маневра обгон, обгон на данном участке дороги запрещен, совершил столкновение со встречным автомобилем Мазда ЦХ-9. Водитель отечественной легковушки скончался на месте. По словам автоинспекторов, мужчину не раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Водитель иномарки не пострадал. Авария в Челябинске на перекрестке улиц Даватора и Сулимова. Две легковушки не поделили дорогу. Ниссан опрокинулся и снес столб. По данным ГИБДД, автомобили ехали по улице Даватора навстречу друг другу. Мазда стала поворачивать, и тогда произошел удар. Пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Автомобиль дорожной службы влетел в иномарку. Машину зажало между многотонником и деревом. О случившемся хозяйка авто узнала, когда утром ей позвонили из ГИБДД. Мужчина, который был за рулем грузовика, объяснил, что ночью наносил разметку на проезжую часть. И уснул буквально на пару секунд. Хозяйка машины поехала в страховую компанию. Там оценят ущерб. Подлежит ли автомобиль восстановлению пока вопрос открытый. В Миасе на балконе пятиэтажки нашли артиллерийский снаряд. В 9 часов вечера к дому съехались все спецслужбы. Оцепили территорию, жильцов дома вывели на улицу. Специалисты-саперы и кинологи обследовали предмет и установили, что им является 130-мм артиллерийский боеприпас без взрывателя и взрывного устройства. Опасности жизни и здоровья граждан он не представляет. Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Елизавета Болдрева, Андрей Назарук, Данила Синяев, ОТВ Лесному зверю картон не преграда. Лось забрел в закрытый город Озерск и пробежал по улицам. Теперь изерчане гадают, зачем животное к ним пожаловать. Лось увидели жители, сняли на камеру мобильного телефона, а затем позвонили спасателям. Они выловили гости и отвезли в лес. Жители Озерска предполагают, что Сахат изобрел город из-за того, что во время самоизоляции природа очистилась. Однако, по словам экспертов, может быть и другая причина. Весной у самок рождаются лосяты, подросших детей они от себя отгоняют. Молодые сахаты бродят в поисках пропитания и часто выходят к людям. Такой случай был ровно год назад. Лось пробрался на территорию челябинского предприятия и застрял между прутьями. Чтобы высвободить животное, ему вкололись натворные и обернули лимнями. Сахат его увезли в Харлышевский заказник. Фотограф клуба «Трактор» Павел Тоборчук вошел в пятерку лучших авторов снимков КХЛ. А черно-белые победили в номинации «Лучший кейс» по работе со зрителями внеигровой день. Подробности в обзоре спортивных новостей. «Трактор» стал лауреатом премии КХЛ по итогам сезона, отличившись в области маркетинга и коммуникации с болельщиками, спонсорами и СМИ. Команда оказалась безусловным лидером в этой номинации, в которой участвовали 11 команд. Черные и белые после завершения сезона подготовили для своих болельщиков глобальный проект «Трактор Укенд». У него вошли «Трактор Найт» для владельцев абонементов и матч всех звезд для зрителей со свободным входом. Хоккеисты и фанаты участвовали в «Кибербаталик» и фотосессиях. Затем их ждала дискотека и массовое катание на льду. Шикардос! Вообще просто супер! Очень довольны, что мы попали! Также КХЛ высоко оценила работу клуба в организации празднования 72-летия «Трактора» в номинации «Лучшее предматчевое шоу». В рамках этого мероприятия «Трактор» к своему дню рождения выставил у главного входа в арену несколько танков и подготовил ролик с участием боевой техники и легионеров. А клубный фотограф «Трактора» Павел Тоборчук вошел в пятерку лучших фотографов КХЛ. Жюри оценил композицию, тематику его материалов и креативность автора. А я напомню, что в сезоне 2019-2020 «Черно-белые» не попали в плей-офф, а Куба Гагарина остался без своего обладателя из-за пандемии коронавируса. Футбольный клуб «Челябинск» завоевал серебро чемпионата России, досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса. Южноуральцы отстали от победителя соревнований в группе «Урал-Париволжье», а кроны из Тольятти всего на два очка. Заключительные пять туров чемпионата профессиональной футбольной лиги должны были стартовать 7 апреля и завершиться 29-го. На золотые медали претендовали сразу четыре команды. Таким образом, футбольный клуб «Челябинск» оказался вторым в зоне «Урал-Париволжье», повторив достижение двухлетней давности, не упустив возможность подняться в вышестоящий дивизион. Добавлю, что серебро чемпионата страны также досрочно выиграли ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Напомним, медиахолдинг ОТВ запустил фэшмоб на сайте в эфире под хэштегом «Я в домике». Просим делиться фото и видео, как вы проводите время дома, как соблюдаете карантин, чем занимаетесь и как перестроили жизнь. На этом у нас все. Оставайтесь на ОТВ. Субтитры делал DimaTorzok Добрый день, уважаемые челябинцы. В это непростое, сложное для всех время давайте сплотимся против общей проблемы. Только вместе мы сможем справиться с ней. Подумайте о своих близких, родных, о людях, которые вас окружают. Опасность реальность. Давайте сохраним спокойствие и будем соблюдать самоизоляцию. Это очень важно – оставаться дома. Между морем и небом все тоньше черта. И в двойной синеве так несложно исчезнуть. Между морем и небом жизнь очень проста. И что ждет впереди никому неизвестно. Жизнь изменчива, словно морская волна. Что вздымается ввысь, что бобрушится в пен. Забирая все то, у чего есть цена. Оставляя нам то, что... Единственный мой грех. Смотрите сегодня в 20.30 на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снести сарай, хозяйственный блок и убрать забор между участками. Споры между соседями особенно обостряются с началом дачного сезона. А еще за это время многие стараются успеть поставить баню, возвести пристрой и даже жилой дом. О документах на строительство думают в последний момент, когда сооружение уже давно используется. В каких случаях самострой все-таки придется снести, когда постройку удается узаконить и чем грозит нарушение порядка строительства. Обо всем этом подробно будем говорить с начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе. Прокуратура Челябинской области Оксана Ореховой. Здравствуйте, Оксана Ивановна. Здравствуйте. Как часто вам приходится сталкиваться в спорах о самоуольном строительстве и кто чаще всего выступает истцом или ответчиком? Безусловно, нарушения в сфере градостроительства не носят столь распространенный характер, иначе можно было бы говорить о повсеместном нарушении закона. Тем не менее, такие факты встречаются и прокурор бывает, что обращается в суд с заявлениями о сносе самовольной постройки. В прошлом году в сфере нарушения градостроительства...